Мы продолжаем работу в открытой студии РБК и в течение дня общаемся с разработчиками и экспертами в сфере информационной безопасности. И я готова представить вам нашего второго спикера Степан Поливцев, заместитель директора по развитию по вопросам информационных технологий и информационной безопасности компания Кроссека. Степан, добрый день и мой первый вопрос. Какие инструменты применяются компаниями для обеспечения информационной безопасности в работе с потребителями? Давайте поговорим главным образом о работе с персональными данными. Я думаю, мы не будем раскрывать историю с приемом платежей и оплат. Инструменты, в первую очередь, определены, как вы понимаете, федеральным законодательством 152 ФЗ и 149 и четко регламентируют нашу деятельность. Мы, как поставщик услуг, очень трепетно относимся к своим потребителям и, естественно, тщательно храним самое дорогое, что они нам предоставляют. Это их персональные данные. Мы используем средства защиты как непосредственно на уровне самих баз данных, так и средства контроля за действиями сотрудников, которые этими данными оперируют в той или иной мере. Все по очень простой причине. Мы ведь понимаем, что, по сути, утечка персональных данных – это всего три проблемы. Это инсайд, это хакеры и незлоумышленные действия оператора, количество которых четко ограничено и определено у нас в компании. Незлоумышленные действия? Незлоумышленные, конечно, ведь человек, на то и человек, чтобы совершать ошибки, не ошибаясь, тот, кто ничего не делает. Именно поэтому мы видим тщательное версионирование действий персонала, работающего с этими данными. Слава богу, мы используем только общедоступные данные, мы не используем специальные, к счастью. Потому что это в таком случае налажало бы у нас ряд других мероприятий, требований к мероприятиям, которые требовалось бы выполнять. Вот это основные мероприятия. Мы используем отечественные программные продукты для работы, для выполнения этой задачи, в том числе продукты компании Positive Technologies, которые сегодня проводят замечательный форум, и ряд других программных продуктов. О них для сохранения конфиденциальности я заявлять не буду, с вашего позволения. Расскажите, а есть ли проблемы с ПО, которые обеспечивают безопасность, вообще сейчас, учитывая нынешнюю ситуацию? Это такой достаточно компрометирующий вопрос, честно сказать. Смотрите, мы используем, если мы говорим о всем ПО, которое используется в нашей компании, в части касающейся организации информационной безопасности, то это преимущественно сейчас отечественное ПО, нужно это понимать. И самая главная проблема нынешнего отечественного ПО заключается не в его неработоспособности или отдельных проблемах, потому что все производители и разработчики на проблемы, как правило, реагируют очень быстро. Всегда, мне сложно найти сейчас какого-то поставщика программного обеспечения, у которого плохо бы работала служба технической поддержки для исправления или производства доработок. Но с чем действительно есть проблема, это с ценой, потому что те мероприятия, которые у нас в стране протекают с 24 февраля, которые наложили некие ограничения на использование поставщиков внешних и внешних программного обеспечения, позволило местным поставщикам очень серьезно нарастить цены. Кто-то сделал это меньше, кто-то больше, и на текущий момент это основная проблема, потому что в целом любое программное обеспечение, которое я использую отечественное, оно выполняет свои задачи на, если не 100, то 90% точно, и это я могу ответственно заявить. То есть у меня нет проблем с теми продуктами, которые мы применяем в компании. Конечно, мы применяем продукты очень высокого уровня, это наши главные два столпа в России, это Positive Technologies и Касперский, то есть с ними проблем никаких нет. Есть еще программа второго эшелона производителей и разработчиков, но тем не менее. Расскажите про ваши впечатления от первого дня фестиваля. Сегодня уже второй. Какие у вас ожидания, с чем пришли, и что бы вы хотели, с какой повесткой вы выступаете в эти дни? Во-первых, я хотел поблагодарить компанию Positive Technologies за это замечательное мероприятие. Мне очень все понравилось, очень много нестандартных кейсов, очень много павильонов, очень много новых наработок в их программных комплексах. Часть из них я вчера осмотрел, предметно поговорил с разработчиками, планирую сегодня закончить в присыловом помещении. Потому что есть у меня интерес к отдельным видам продуктов, касающимся расследований информационных инцидентов. И да, инцидентов, преступлений я не хочу расследовать, информационной безопасности очень не хотелось бы. Вот. В целом, очень интересное мероприятие. Я даже не знаю, что еще сказать. Много партнеров, партнеры пришли со своими кейсами, со своими очень интересными наработками, со своими интересными примерами, которые выстроены очень удобно для понимания обычного обывателя. Но ведь мы осознаем, что здесь далеко не все люди, посетившие форум, являются специалистами по информационной безопасности. И, например, один из партнеров здесь наглядно показывает, как можно элементарно взломать тостер, который будет сходить с ума, или взломать вентилятор умный. Мы сейчас все любим умные устройства дома, которые также будут сходить с ума, а в другом случае они продемонстрировали, как, взломав умную кофеварку, можно заразить вредоносом всю сеть. И это оформлено очень понятно для обывателя. Интересный стенд с тестированием телефонных мошенников, тоже очень понравилось мне. Ну, это то, что не касается компании «Позитива», я здесь главным образом именно об этом. Ну, и очень интересный, как всегда, стендов для людей, которые в этой каше варятся, кто понимает, что такое не понаслышке хакерские атаки. Это очень интересно, я тщательно слежу с первого дня. Не с первого дня сегодняшнего форума они начали работу за день до, начали свою битву. Вот, очень интересно, хочу посмотреть, чем сегодня закончится. А, кстати, проблематику социальной инженерии тоже здесь обсуждают. Да, но я, к сожалению, не попал на нее, потому что программа очень обширная, и я не в состоянии попасть абсолютно на все кейсы. Я выбрал для себя ряд мероприятий. Социальная инженерия – тема ко мне не самая близкая, я достаточно по ней осведомлен и расставил приоритет. Спасибо вам большое и желаю вам удачи во второй день. Благодарю вас.